...на смерть за наши грехи, для того, чтобы каждый человек, независимо от пола, возраста, социального положения, национальности, чтобы каждый человек, верующий в Сына Божий, не погиб, но имел жизнь вечную. Читайте, родные Евангелия, молитесь Господу. Мы сейчас живем в такое нелегкое время. Мы всей страной проходим эти беды. То с коронавируса только вылез, и тут этот фашизм приперся сюда, НКВДшно-коммунистический. Кто еще что-то будет, мы не знаем. Но самая ужасная трагедия, о которой Бог предостерегает в Библии, это вечные страдания в волнах озера Огненного, куда и ад будет погружен. Но есть выход, есть добрая весть, которая заключается в том, что Иисус Христос, Сын Божий, на Себя взял грехи всего человечества. И каждого из вас тут проходящего мимо, и умер за эти наши грехи на кресте. Это великая Божья любовь, но это не конец. С Иисусом Христосом произошло то, что вы говорите в великий христианский праздник Пасхи. Ну а именно, что Он победил смерть. Он воистину воскрес из мертвых. Для того, чтобы всякий верующий в Сына Божия не погиб на имя о жизни вечной. Читайте Евангелие, молитесь, кайтесь, как получается. От сердца искренно главное смотрите. Богу не нужны красивые и правильные религиозные фразы и обряды. Ему нужно, чтобы человеческое сердце именно действительно пожаждало спасения. Пожаждало познать Христа, познать Бога как Спасителя. Боже, благослови Украину. Захисты нашу Украину от всего этого зла, которое сюда рвется. И даруй нашему народу покаяние. Прости нам наши грехи. Помоги отменить казнь, смертную казнь детей в роддомах через аборты. Позор однополых браков, церковный бизнес и прочая грязь и зараза, которая клеймит нашу страну. Помоги очиститься. Помоги, Господи, с верой в Тебя. Благослови, Боже, весь мир верой во Христа и покаяния. И эту несчастную душу тоже можно оставить, что идет там что-то. Спаси ее. Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Слава Тебе, Боже, Слава Тебя. Слава Тебе, Боже, Слава Тебе. Дякую за увагу. Читайте Святой Евангелие. Будьте благословены. Аминь.